Можно ли женщине помогать мужчине деньгами? Однажды у мужчины происходят какие-то проблемы на работе, либо в бизнесе, либо его увольняют с работы. И тут приходит мужчина и говорит, помоги мне деньгами. Он просит либо в долг, либо, что часто, может быть, взять кредит. Я ему сейчас помогу, я его поддержу, я ему одолжу денег, я продам почку, дам ему денег, я возьму кредит на свое имя. Конечно же, давайте деньги, помогайте, вообще не вопрос. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, и я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому важному видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Как обычно происходит? Некая влюбленность, отношения, теплота во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И тут однажды у мужчины происходят какие-то проблемы на работе, либо в бизнесе, либо его увольняют с работы, либо бизнес рушится. И это может быть какой-то новый мужчина, какая-то влюбленность. Это может быть муж, с которым женщина уже есть, дети и муж. И муж обеспечивал семью, и тут его увольняют с работы или что-то с бизнесом происходит. То есть ситуация может быть разная. И тут приходит мужчина и говорит, помоги мне деньгами. Он просит либо в долг, он просит либо просто дать денег, либо в долг, либо, что часто может быть, взять кредит на женское имя, потому что у него плохая кредитная история, а ему нужны деньги. И, конечно же, он эти деньги отдаст. Как мыслит большинство женщин? Им кажется, ну блин, у нас же отношения, это же мой мужчина, мы же команда, мы же семья. Да, конечно же, я же его люблю, конечно, я его поддержу. Я ему сейчас помогу, я его поддержу, я ему одолжу денег, я продам почку, дам ему денег, я возьму кредит на свое имя, и он разрулит это все, и все станет обратно в свои места. И мне скажет большое за это спасибо, и будет меня ценить как женщину еще больше, потому что я его поддержала в трудную минуту. И обратно, если я ему скажу нет на эту просьбу или на этот запрос, то что будет? Конечно же, ему это не понравится, скорее всего, конечно же, он может разозлиться, конечно же, он может упрекнуть, что ты меня не любишь, ты корыстная, тебе от меня нужны только деньги, потому что ты меня сейчас не можешь поддержать в трудную минуту. И у женщины может на этом фоне быть чувство вины, и поэтому большинство женщин не доводят до этого, и, конечно же, они помогают мужчине. И есть некая статистика, да, что в большинстве случаев, что происходит, когда женщина помогает мужчине деньгами? В большинстве случаев статистика не радужная. В большинстве случаев кредит приходится выплачивать самой женщине, или же потом они расстаются, разводятся, расходятся, и женщина выплачивает эти кредит, долги. Мужчина не возвращает долг женщине, или же если были отношения, и женщина начала помогать деньгами, как-то так случайно происходит, что мужчина превращается в слабого, а женщина превращается в сильного. И она, сама того не замечая, превращается в главу семейства, в некого такого мужика в женском красивом обличии. Если вы смотрите это видео, значит вам небезразлична тема психологии отношений. Именно поэтому я приглашаю вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс в формате вебинаров, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где мы будем разбирать такие темы. Как перезагрузить непонятные отношения и стоит ли вообще это делать? Как привлекать достойных мужчин в вашу жизнь и сделать правильный выбор? Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11? И чтобы все было классно не только во время конфетно-букетного периода, а столько, сколько вы захотите. Прямо сейчас кликайте по ссылке под этим видео и успейте записаться бесплатно. До встречи! Моя общая рекомендация. Ни в коем случае нельзя помогать, поддерживать, давать деньги, одалживать деньги, брать на свое имя долги, кредиты, рассрочки для мужчины. Ни в коем случае этого делать не нужно. Я понимаю, что есть исключение, когда женщина помогла мужчине деньгами, и он ее отблагодарил, потом все вернул в двойном размере и носил на руках. Но это единичные случаи. И если вы, конечно же, прокачанная женщина, вы уверены в себе, вы точно разбираетесь в мужчинах, вы точно уверены, что возле вас нормальные мужчины, и это лишь временные трудности, конечно же, давайте деньги, помогайте, вообще не вопрос. Но если общий совет, я не советую этого делать. И важно понимать, вы же не банк, вы же не ломбард. И если мужчина действительно адекватный, если он действительно мыслит здраво, есть, ну, десятки вариантов, где можно взять деньги. Одолжить у родственников, одолжить у знакомых, взять кредит, продать что-то, какую-то машину, да, или что-то ценное, или заложить машину, да, или что-то ценное под залог и получить деньги. Понимаете? И, ну, в чем проблема, когда, если мужчина идет и в банке берет деньги? Потому что в банк точно нужно будет отдавать. И точно в срок. И там вариантов отвертеться не будет, потому что там будут разборки. Если ты банку не отдашь деньги, а если женщине не отдашь, хрупкой женщине, или даже нехрупкой женщине не отдашь, то, конечно, там проще. Там можно развестись с этой женщиной, бросить ее, обвинить ее в чем-то, да, и все, и никаких рычагов влияния на этого мужчину не будет. Конечно, имеет значение, если вы изначально выстроили отношения так, что вы, как женщина, весомый источник денег в отношениях, то, конечно, тогда будет уже сложно отказывать мужчине. Но глобально просто нужно говорить, нет, я не готова, нет, я не могу. Не нужно врать, не нужно говорить, что у вас нет, или, ой, я сама должна. Самый правильный здесь ответ, это просто, я не готова. Я не готова. То есть, дай мне денег, возьми кредит, одолжи. Я не готова. Я не готова. Это не значит, что я плохо к тебе отношусь как к мужчине, как к личности. Просто не готова. Я, ну, таким не занимаюсь. Прости, пожалуйста. И если этот мужчина ненормальный, скорее всего, вы получите на ваш такой некий вежливый отказ, вы получите оскорбление. Вы получите оскорбление, либо он будет вас в чем-то обвинять, упрекать. Это очередной признак нездоровости этого мужчины. Нормальный мужчина, более нормальный на отказ, на его просьбу, он это просто примет информацию. В стиле, да, понял, спасибо, что ответила, спасибо, услышал. И ни в коем случае не будет упрекать, критиковать и пойдет дальше искать решение, где брать деньги, где их одалживать и как разруливать ситуацию. И, конечно же, здесь важно, как женщине, что поможет более легко отказывать мужчинам. Это ваша твердая позиция. Отсутствие жалости к мужчинам. Понимаете, когда вы не жалеете мужчин, если у вас нет жалости к мужчинам, вы не смотрите сверху вниз, да, ой, бедники мои, ты же без меня, без моих денег не выживешь. Тогда, если есть жалость, конечно же, это мешает вам говорить не другим людям. То есть вы, а жалость это неверие в другого человека. И поэтому, если вы прорабатываете жалость, если вы прорабатываете уверенность в себе, если у вас есть четкая позиция мужско-женских отношений и распределения финансов в отношениях. Вот моя твердая позиция, что отношения обеспечивают мужчина на 100%. Женщина, важно, чтобы она занималась любимым делом. Да, которое вполне возможно может приносить доход и неплохой доход, но это не деньги семьи. Если семья держится на вкладе, в том числе в вкладе женских денег в эту семью, там будут последствия, там будет смещение ролей. Это как в бизнесе, понимаете? Вот представьте, я оператор колл-центра или я менеджер по продажам. Представьте, я кроме того, что я менеджер по продажам, я еще бухгалтер, я еще курьер, я еще уборщик, я еще, я не знаю, кто там, юрист. Правда же, это будет неэффективно. И гораздо эффективнее, если я менеджер по продажам, я только этим и занимаюсь. А функции юриста выполняет юрист. Ну или представим юриста, который еще продает, который еще убирает в офисе, который еще, не знаю, проводит тренинги для кого-то внутри компании, для продавцов. Бред, неэффективно. Так можно, но так неэффективно. Вот так же и в отношениях с деньгами. Когда распределяется смещение ролей, когда все отвечают за все, тогда сложно, тогда наступают сложности. Тогда нужно постоянно договариваться, постоянно спорить, постоянно передоговариваться. Это гораздо сложнее. Поэтому, если вам важно разобраться более подробно по теме финансов в отношениях, по теме, как создавать классные отношения, где 1 плюс 1 равно 11, как перезагрузить непонятные отношения, как исправить то, что если вы уже накосячили и уже приучили мужчину к женским деньгам, к своим деньгам, да, или как сделать так, чтобы в ваших новых отношениях мужчина был сильным, достойным и не рассматривал женщину в качестве источника денег, тогда прямо сейчас под этим видео записывайтесь на бесплатный онлайн-курс, вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению», где эти и другие темы будем разбирать подробно и пошагово. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь, пожалуйста, в комментариях вашим мнением касательно этой темы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!